Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мое видео будет посвящено косметике Maybelline, так как в последнее время на YouTube, в принципе, у Maybelline как будто бы открылось второе дыхание, очень много новых интересных продуктов, очень много видео об этой косметике. И на самом деле это даже можно назвать видео покупки под влиянием YouTube, потому что очень много я видела в видео других девчонок и самой хотелось попробовать. В общем, не будем тянуть кота за хвост, я вам сегодня расскажу о тех продуктах, которые мне больше всего понравились, и новинок о тех продуктах, которые меня разочаровали, и от покупки которых я вас очень предостерегаю. В общем, поехали! Прежде всего, хотелось бы начать именно с моих мастхевов, а относительно уже все-таки не новинка, это карандаш Броу Сатин, по нему видно, какой он затертый, что прям был самый-самый любимый карандаш. На самом деле сейчас у меня на бровях неон, но этот карандаш я очень любила, мне он очень нравился, во-первых, у него очень крутой оттенок. Я внизу под видео в инфобоксе подпишу, как назывался мой оттенок, ну там их всего, по-моему, два, у меня как раз-таки был темный. Мне этот карандаш очень нравился, он очень легко ложится, он очень мягкий в работе, также здесь есть и сторона с тенями, которые, в общем-то, тоже очень удобные в работе. Плюс этого карандаша, потому что он действительно очень мягкий, им можно прорисовать очень тонко брови, можно растушевать. Минус, он достаточно быстро расходуется, он, в принципе, механический, его здесь не очень много, но при этом мне хватило достаточно надолго. Он достаточно стойкий, нельзя его называть прям, что он стойкий-стойкий, но, в общем, достаточно устойчивый, я бы и так его называла. У него хороший оттенок, именно не рыжит, что актуально для брюнеток, актуально для девушек с холодным потоном кожи, с холодным потоном волос. Легко с ним действительно работать, очень легко подкорректировать, подправить, если вы что-то сделали не так. В общем-то, очень пластичный, безумно крутой карандаш, брауз оттенка, как раз-таки рекомендую вам, именно в темном оттенке, мне он очень-очень нравился. Следующий продукт, это мой мастхэв в последнее время, и это реально прям вот новинка-новинка, он абсолютно недавно появился у нас в Санкт-Петербурге в магазинах. Это мастер-контур, это именно контур в форме стика, у меня 0,1 оттенок light, это вот такой вот стик. С одной стороны темный оттенок, это контур, причем очень правильный холодный контур, кремовый холодный контур, который подойдет именно для того, чтобы на каждый день скульптурировать лицо, или на вечер скульптурировать лицо. Он также, в общем-то, на фотографиях очень хорошо смотрится, в общем, подойдет для всего. С другой стороны, светлый оттенок можно использовать, точнее, нужно использовать как хайлайтер. Оттенки сейчас покажу на свотче. В общем-то, надеюсь, вам видно. Что хочется отметить? Во-первых, то, что кремообразная текстура, он очень легко растушевывается, с ним очень удобно работать, он очень хорошо поддается именно растушевыванию, моделированию, очень легко с ним работать, потому что даже если вы положили слишком много пигмента, его очень легко растушевать практически в ноль. При этом он действительно подходит для тех, кто не профессионал в области контуринга, скажем так, с ним легко учиться именно добавлять пигменты, растушевывать его, учиться правильно расставлять акценты. И именно оттенки, вот как раз-таки в ноль первом оттенке, ноль второй, он, к сожалению, не намного темнее, он именно рыжий. И точно так же в контурной палетке от L'Oreal, там ноль первый оттенок, он крутой, хороший, в общем-то, но он единственное, что более рыжий, чем Maybelline. Но, в общем, и в том, и в другом варианте ноль второй оттенок, который должен быть темнее, по сути. Он не темнее, а он именно более рыжий. Поэтому я, несмотря на то, что я, в общем-то, не светлокожая, я себе выбрала светлый оттенок, и в том, в другом случае. Сейчас говорим о Maybelline, он прекрасно тушуется, он очень правильного оттенка, он недостаточно холодный, чтобы именно смотреться серым на коже, каким-то неестественным. С другой стороны, он не рыжий, и он подойдет девочкам со светлой кожей. Я делала, помогала делать макияж девушке с этим контуром, который именно очень светлый оттенок кожи, у нее именно холодный подтон кожи, все легло идеально, и была действительно натуральная, красивая тень. Поэтому очень-очень крутой скульптор, я вам его советую. Также кремовая текстура, ее можно растушевать и пальчиками, можно растушевать какой-нибудь флэптоп кистью, флэптоп кабуки. Я растушевываю, по-моему, она называется Setting Brush от Real Techniques, или Foundation Brush. В общем, та кисть, которую я использую для тональной основы, очень крутой продукт. Хайлайтер мне тоже, в общем-то, нравится, он без блесток, он просто подсвечивает кожу. Этот контур-стик очень удобен в работе, он максимально натурально ложится на кожу, при этом он хорошо растушевывается, он дает натуральный эффект, и при этом он очень-очень красиво смотрится, в принципе, на коже натурально, особенно хайлайтер, он подсвечивает кожу, дает ей именно такое благородное сияние. Очень-очень крутой продукт. Следующий продукт, тоже новинка, относительно недавно появилась на рынке в России, во всяком случае, это Master Ink. Матовая подводка у меня в 10 оттенке, charcoal black. Крутая подводка, матовая, суперкрутая подводка. По финишу она мне напоминает, я думаю, что очень имеет смысла делать, это действительно угольно-черный оттенок, он действительно матовый. А что хочу сказать, по своему финишу она мне напоминает матовую подводку от MAC, но при этом это потрясающий стойкий продукт. У меня глаза очень влажные, у меня, в общем-то, любая подводка рано или поздно течет, но эта подводка у меня держится, не побоюсь этого слова, дольше всех. Она держится как прибитая, у меня ничего не течет, у меня идеальные красивые матовые стрелки, я могу моделировать свои стрелки как угодно. Также хочется отметить, здесь очень удобный фетровый такой наконечник, при этом это не толстый фетровый наконечник, как в очень большом количестве подводок. Это именно очень-очень тоненький, с помощью которого вы сможете откорректировать как угодно свою стрелочку, вы сможете аккуратненько наращивать стрелочку. Максимально этот наконечник помогает вам нарисовать красивые стрелки, поэтому всем, кто не умеет рисовать стрелки, но очень хочет их научиться рисовать, тем, кто ищет стойкую, крутую подводку, кто относится именно к стрелкам трепетно, я всем советую вот именно эту матовую подводку. Будут стрелки просто офигительные, я думаю, что с этой подводкой не нарисуют красивые стрелки только очень криворукий человек. Обалденная подводка, очень стойкая подводка и потрясающий, очень красивый финиш. Далее продукт, который появился у меня недавно, вы видите у меня его на губах, поэтому я думаю, что очень имеет смысл делать. Это Vivid Matte, это матовая жидкая помада, у меня оттенок 05 Nude Flush. Очень красивый оттенок, матовый бы я эту помаду в чистом виде, если вы хотите стойкую матовую помаду, которая вот прям будет на весь день, это не тот вариант. Это такой матовый крем, очень комфортный, силиконовый матовый крем, который идеально подойдет вам на каждый день, который не будет пересушивать кожу губ, который, в общем-то, естественно, никакой перекус не переживет, он будет оставлять следы на чашках, но при этом действительно на каждый день это очень-очень крутой вариант. Я бы советовала, потому что действительно очень комфортная помада, она хорошо смотрится, к ней не нужен карандаш, она не течет никуда. При этом, если вы не будете есть, естественно, она будет оставаться на губах. Мне она очень этим нравится, но именно куда-то на вечер, если вы выходите, нужно что-то более стойкое и, по крайней мере, не так явно оставляющее следы на бокалах. А как именно ежедневный вариант, очень крутая вещь, но я все-таки пока еще тестирую, у меня только один оттенок. Следующий продукт, если так можно назвать, это палетка The Nudes, просто шумевшая у нас по осени, по-моему. Я, когда ее брала и когда я снимала видео о том, что она у меня появилась, я, в общем-то, оставила за собой еще, скажем, такой момент потестировать, сказать окончательное мнение, которое я вам тогда и так и не сказала. По поводу этой палетки. Я считаю, что, в общем-то, как бюджетная палетка, да, неплохо, но, в общем-то, я из всей палетки реально пользуюсь только, наверное, вот этими двумя оттенками. Пользуюсь черным. Ну, плюс-минус еще вот этим молочным. Больше я ничем не пользуюсь. В принципе, за эти же деньги я могла взять палетку Smashbox с примерно тем же набором всех оттенков, но Smashbox явно было бы лучше по качеству. Я бы могла с тем же успехом докинуть денег взять ту же самую палетку от Naked, Naked Basics. Здесь реально крутые только действительно вот эти матовые оттенки. То есть черный, вот этот вот кофейный, вот этот вот тауповый, ну, в общем, транзишн оттенок, который мы в складку наносим, и вот этот молочный. Все остальное, в общем-то, я этим не пользуюсь. Это не очень хорошо пигментировано, очень шиммерно. Палетку имеет смысл брать только из-за матовых оттенков. Все шиммерные оттенки, они, к сожалению, не такого высокого качества, как матовые. Матовые вообще без нареканий реально очень хорошие базовые оттенки. Очень легкие в работе, очень легко растушевываются. Достаточно хорошо пигментированы для бюджетной палетки, да и, в принципе, они хорошие, хорошие оттенки. Но, в общем-то, все остальное здесь можно просто выкинуть из этой палетки, оно никому не нужно. Спрашивается, зачем сюда напихали весь этот шиммер, непонятно. В общем, в целом, пятерку можно ставить действительно только за 4 оттенка. Все остальное бы отсюда убрали, сделали маленькую палетку и стоила бы она рублей 300-400. Также продукт, который для меня сомнительный все-таки, это Мастер Смоки карандашик для глаз. У меня он в оттенке Смоки Чоклот. Оттенок достаточно спорный для меня. Он, мне кажется, для меня светловат, но в последнее время, летом, он, кстати говоря, у меня сейчас на глазах, в растушеванном варианте, в принципе, я к нему приноровилась. И даже, несмотря на достаточно светлый оттенок, мне нравится. Вот на лето, как вариант такого вот именно легкого Смоки варианта, Смоки стрелки какой-то такой растушеванный, да, может быть. Но все-таки я считаю, что оттенок светловат, если бы он был чуть-чуть на тон темнее, более такой насыщенный коричневый шоколадный оттенок, то карандаш бы только выиграл. А так он мягкий, он не царапает века, он очень хорошо растушевывается, он не течет, никуда не девается в течение дня. А как именно качество карандаша супер, просто вот 5 баллов. Следующий продукт это Color Tattoo 24 часа, это серия Creamy Mates. У меня оттенок Cream The Rose 91, это именно тени, которые появились у нас, наверное, этой зимой. Вот здесь у меня этот оттенок, если вы видите. Ну, в общем, это примерный аналог матовых теней от, как он называется тоже, от MAC. Так, очень похоже на, именно, как они, Paint Pot. В общем-то, только это более розовый оттенок, а Paint Pot именно такой бежевый телесный. Собственно, что хочется сказать. Тени неплохие, очень неплохие, как базы неплохие. Они, но мне вот не очень нравится, мне кажется, у меня просто не очень удачная века. Если у вас есть хоть тонкий-тонкий намек на нависающие века, если у вас какая-то там тонкая кожа, у меня есть какое-то ощущение именно на моих веках, что как будто бы века становится тяжелее именно с этими тенями, когда вот они именно нанесены, там еще что-то, где-то складочка, как-то что-то сделано, но вот именно когда нанесены эти тени, как будто бы у меня века само становится тяжелее. Я не знаю, вот иногда такой бывает вариант, особенно на ночь, когда я напьюсь воды, у меня текут глаза. Не совсем они могут удачно лечь, несмотря на то, что это матовая текстура. Я не знаю, как объяснить этот эффект, но вот как будто века становится реально более такое большое, неповоротливое, не знаю. Не очень красивый эффект, мне он не нравится. Когда у меня, в принципе, с глазами все нормально, то смотрится неплохо, особенно как база неплохо. Они единственное, что как бы как адекватной замены той же самой базы NARS не будут, потому что все-таки на моих глазах эти тени плывут. Но как именно такой дневной вариант, особенно если у вас сухое веко, если у вас оно без проблем, если у вас глаза не отекают, то да, советую. Так, в принципе, вот есть нюанс. И последний просто, о, гроза очей моих, это The Falsies Push Up Drama. Несмотря на то, что моей дорогой Карине, если вы не знаете Карину, то позор вам на все ваши седины. Ну, в общем, дорогой моей подружке нравится эта тушь. Она в безумном восторге. Я, в общем-то, на смотревшихся ее видео купила эту замечательную тушь. И я не знаю, что с ней делать мне и как мне что мазать ею. Она у меня уже вот тут подсохла даже, но я не думаю, что сильно это спасет меня. В общем, вот здесь такая вот странная достаточно кисточка силиконового содержания. Мне эта тушь не понравилась ни когда я первый раз ее открыла, ни когда она мне через какое-то время подсохла. Она делает у меня из ресниц одну большую, нет, она хорошо, ладно, три больших паучьих лапки, которые смотрят в неизвестном направлении, вообще в неизвестном направлении. Одна вверх, другая вниз, третья в сторону. Ну, как бы, как-то их вот уложить хотя бы, чтобы они смотрели в одну примерно сторону, хотя бы делали подобие ресниц. Ну, это нереально, это не мой вариант. В принципе, чтобы это было не три ресницы, а чтобы это было хотя бы там их штук десять, но они были потоньше, это тоже не вариант. Вот не получается никак. Либо я, либо у меня руки не из того места, либо у создателей этой туши. Либо просто у нас, мы не сошлись характерами, как говорится. В общем, тушь отвратительнейшая. Мне абсолютно она не нравится. Абсолютно гадская тушь. У нее отвратительная текстура. У нее отвратительная кисточка, с которой тоже невозможно работать, которая пачкает все веко. То есть, как бы, у вас помимо вот этих вот трех ресниц, у вас здесь вот на самом веке имитация ресниц. Вот здесь вот эти вот, что вы случайно не туда накрасили. Потому что вот с этой кисточкой и с этой текстурой туши невозможно не накрасить все вот так вот вокруг, чтобы здесь был Panda Eyes. В общем, отвратительная тушь, отвратительная. Вот я не знаю. Можете мне писать, что действительно я криворучинка. Хорошо я соглашусь. Но если кому-то из вас эта тушь нравится, извините меня, пожалуйста. Но, Карина, извини. Но реально это самая гадская тушь, которую я видела. Просто вот я не знаю. Ее надо сжечь. И это все, что я хотела вам рассказать сегодня о косметике Maybelline. Видео получилось огромное. Я надеюсь, вы также получили просто море позитива. Особенно после туши Push Up Drama. В общем-то, если видео вам понравилось, если оно для вас было полезным, информативным, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно пишите мне в комментариях, что из того, что я сегодня вам показала, вы тестировали. Что вам нравится, не нравится. Какие у вас впечатления, в принципе, о марке Maybelline. И все. Всех вас люблю, целую. До скорых встреч в следующих видео. Пока-пока.